а кто руководит система то есть в чипе заложена в чипе заложена уже какая-то программа и руководит через компьютер понимаешь на человеку воздействует через компьютер даже по телефону вот смотри вот говорят что у меня просто программист вот жила моя одноклассница она программист и она еще когда у нас уехала все эти вот программы она сейчас просто как бы парализованная и она была прописана у меня потому что я не до нее ни квартиры ничего нет так вот как другу было угодно вот и дело в том что она как бы рассказывала я сначала тоже пока не верила вот этому всему происходящему она рассказывала и про телевизор и про телефоны просто на свете она рассказывала что даже при отключенных телефонов и при отключенных видео даже с розетки если будет отключен телевизор идет полностью контроль над человеком это было давно это было еще в 2004 году она мне про это говорила я сейчас не про контроль я про чтение мыслей спрашиваю веришь ли ты в то что один человек может у другого читать мысли да им руководят понимаешь я сейчас не про руководение говорю а про чтение мыслей вот я я допустим в живлю тебе чип да и я могу знать о чем ты думаешь благодаря этим нанотехнологиям или не могу мысли ты понимаешь здесь здесь у меня есть и сомнения здесь у меня есть и правда понимаешь потому что я очень много как бы слышала и я слышала откровение девушки одну которую она получала карты карту обыкновенную карту которую мы не будем пользоваться и она рассказывала какое состояние у нее было то есть ей то есть ты сейчас подожди сейчас конкретно там девушка говорит что ее мысли читали и ты ей веришь она протапе девушки железу тогда пока что в день очень много ничего с на б человека, да, и он ему не верил, что у него чип, он говорит, что у него бес. Это нанотехнологии, понимаешь, это нанотехнологии, и об этом говорят очень много людей, которые... Так, подожди, 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 видишь, ты не можешь остановиться, я тебе раз сказал, подожди, два подожди, три подожди, прошу, подожди, ты как из пулемета тебя строчит, это все, это чип тебе вживили, что ли, или что? Вот ты и не знаешь, поди. Главная задача сатаны, доказать, что его нет. Нет. Человек бесноватый, беснуется, у меня сын был бесноватый. Сын бесноватый, бес изгоняется молитвой и постом. Я три дня молился, и постился, не пил, не я, и бес вышел. Это мы светили врачи, и все. А они мне говорят, шизофрения, шизофрения, наследственная. Ну, чип, чип там, я не знаю, как там его. Вошел бес. Вот. Он может одновременно войти во время блуда, он может войти во время вживления чипа. Вот. Вживляли ему мозг, не вживляли там. Они могли его обмануть, что мы тебе вживили этот мозг. В чип. Вот. Но бес реально существует, он и есть. Бес, который руководит человеком, посылает ему злые мысли, злые духи, злой дух. И человек то в огонь кидается, то в воду. Читало же в Евангелии такое-то. Он может голый ходить в пещеры жить, дурит. Вот Василий у меня же тоже, ну, раз дурит что-нибудь, вот копается там, все. А отругаю его, глядишь, бес отстанет от него, там, покрестимся, помолимся, друг у друга прощения попросим, все, опять живем дальше в любви и согласии. Вот. Поэтому, то, что ты с Игнатием Тихоновичем не согласна, что это беснование, то ты подумай. Я вот свидетельствую о сыне своем, что бес вышел. И он конкретно свидетельствовал, что в тот момент, когда я постился и молился, именно в этот момент бес вышел. Я в это абсолютно точно верил. Я люблю Господа Христа, верю ему, что бесы изгоняются только молитвой и постом. Подселить этого, подселить этого беса может колдовка, то есть сатанинские вот эти вот системы, как вы это называете, это они подселить могут. Могут в человека. Вот. По попущению Божию, ради прославления его, Христа. Вот. Я сына исцелил постом и молитвой, и я прославил Господа, что я ему постился и молился. И все врачи эти были посрамлены, которые лгали мне, что шизофрения это неизлечимая болезнь. Он восстановился в институте, он сдает экзамены сейчас. Был дурак дураком. Кидался на людей, его на вязках лежали, следы от наручников были. Он похудел там на 20-30 килограмм, бесово мучил. Мать его пошла, причастила, он чуть не помер там от этого. Еле-еле выкарабкался, может быть, благодаря только моей молитве. Потому что бесноватых причащать нельзя. Вот. А так рассуждать, что это не бес, это чип. Они уж являют чип, и в этот момент там может быть какие-то, ну как колдовки это делают, сатанисты там, могут реально. На Игнатия Тихонича это не действует. Вера, крестное знамение, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Больше. То есть он христианин, он святым духом, рожденный свыше, в нем дух святой. Дьявол не приближается. А этот блудяга, каратист, что он там, он жил, как все жил, что он сам с этим соглашается. И неизвестно, что раньше там, когда этот бес в него вошел. Обычно входит во время блуда. Черный пес, там его в виде черного пса, он почему-то в виде пса. Я вот дрессировщик так это. Вот. Я когда в общину приходил, вот, и хотел в третий раз жениться, сделал предложение, Игнать Тихонич, я без блуда. Ну без блуда и желание жениться же разные вещи-то. Но у меня было две жены, одна венчанная, другая, то есть это блудный бес прелюбодейный. Я в это как бы не верил, но я смирился и стал молиться об изгнании этого блудного беса. И все у меня, вот как говорят, как бабка отшептала. Да не бабка отшептала, а дух святой вошел, потому что Господь видит смирение человека. Да, это бес, да, это бес тебя мучает. А это не бес, это чип, это чип, 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 все, беса нет, все. А сам бесноватый, понимаешь, натурально бесноватый, этот каратист. И этот дух лжи, это бес лжи в романа вошел. Он лжет, 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 на церковь, на батюшку нагнать, тихо чай, ты уши развесила, да, 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 это так же было со мной. Тоже была бесноватая, тоже Господь по милости своей изгнал этого беса, кто-то попостил, молился о тебе, или ты сама это делала. И бес выходит, вместо того, чтобы Бога прославить за его милость к нам грешным, бесноватым, мы все это, а беса нет, это все чип, это система, 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 ННН, паспорта. А бес радуется, в ладоши хлопает. Можно сказать? Ну, говори. Сергей, я же не спорю о том, что, значит, бесов не существует. Все, что ты сказал, все есть система, но это две разные вещи. Две разные вещи. Их надо просто увидеть. Их надо просто помолиться, их просто надо увидеть. Господь открыл. Да он Господь открыл уже всем. Я не хочу вас оставить, братья, в неведении. И никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Никто не знает. А вы говорите, знают, за мной следят, все знают, знают. Это в психиатрии есть такая вот, за мной следят, за мной следят, куда бы я ни пошел. Это бесово, мучает эти мысли. Это парящий человек бесноватый. Про это вещи нет. Это две разные вещи. Я с этим никогда не спорила. Почему это разные-то? Я с этим спорю. Почему это разные? То есть, он попал в больницу, у него стресс там, на него, на это, и в этот момент он спокойно может без войти. Я сам о себе свидетельствую. Когда я пил, пил, пригласил друзей, все, доброе вроде сделало, сделал, пошел на свои деньги, купил водки, все, выпили, я пошел за второй бутылкой. Прихожу, а эти дружки, которых я на свои деньги попил, ограбили меня. И у меня стресс. Как же так? Я такой добренький, а мне вон такую свинью подложили. И бес вошел в меня в этот момент. То есть, я выпил, все, и он меня стал мучить. Бес вомощения. Мне нужно им отомстить. Я им добро, а не мне зло. И что я придумаю? Они у меня украли телевизор, пылесос, деньги у меня тогда и не было. Откуда у алкаша деньги-то? И я, бес не вошел, скажи всем, что они у тебя украли 10 тысяч долларов, и их посадят. И я все, добавив эту лабуду, гнать. Вызываю психушку сам себе. Вот у меня вот такой стресс. Еще я хотел с них за моральный ущерб взять. Понимаешь? За моральный ущерб. То, что вот я попал в больницу из-за этого стресса, лежал, лечил, чтобы они мне лечение оплатили. Мне же бухать-то надо на что-то, работать-то неохота. Дух лжи входит в этот момент принятия алкоголя. И все, и он тебя мучает. Вот. Ну, а в больницу-то попал, думал, денька три-то полежу, там, и все, а там что? Там никто не наливает, там, капельницы, там, и пища не такая вкусная, там, и все. Выпускайте, а не нет, лежи, вот пока не отречешься, вот от этого, то, что 10 тысяч долларов, то у тебя не выпустим. Было? Я говорю, нет, да, где ты эти деньги взял? Я заработал, да я всю жизнь копил, мать, да ничего вы его не слушаете, где он копил, нигде не работал, алкашился там. И все, я там месяц пока от этой мысли не избавился, молился тоже, там, с одним познакомился в психушке, вот. Там, что думаешь, одни дураки в дурдоме лежат, там бесноватый, бесов лжи, и нормальные люди лежат, просто они солгали, а каяться, не хотят, и Господь посылает ему психиатрию, но это, Игнатий Тихонович, они ни день, ни месяц, как меня, 26 лет психиатрия мучилась, за 26 лет, что они ему не могли этого беса подселить, не могли, он сказал, все там, внизу опухало, голова нет, он молился об этом, молился для прославления Бога, что, когда человек в Духе Святом живет, молится, заповеди все соблюдают, дьявол не может к нему прикоснуться, не может, и он говорит, хоть 10 чипов вошьют, колдовка, не может этого беса подсадить, не может, если человек живет свято, а если он грешник, блудник, и обманщик, то и он хоть с чипом, хоть без чипа войдет, но это может совпасть, совпасть, и человек начинает верить, что не по попущению Божию, не по этому, все на систему, на эту валит, все кругом, там евреи, там, или кто там, только не я виноват, а тут конкретно Игнать Тихонович дает рецепт, виноват я, я блудил, я Богу перечил, шел против Него, хотел казаться своим, православным, он и крестится, понимаешь, а святые отцы четко определили, то есть человек, в которой отречется от Христа, он не сможет уже перекреститься, а этот с чипом крестится, каратист, с чипом, неизвестно, вживили, не вживили, допустим, вживили, я верю, насильно вживили, но он крестится, он произносит имя Господа Иисуса Христа, он бесноватый, видно, что бесноватый, но он не похулил ни церковь, ни Христа, бесово мучает, и как там даже один был в Писании, мы читаем, учитель церкви, и блудил, и пожаловались на него, и отдали его сатане на измождение плоти, то есть ему этого беса подселили, как говорят, типом, уживили, по-нашему сказать, и бес его мучил, а потом он покаялся, так же, как этот каратист, может быть, покаялся, и все, и бес отошел от него, во измождение плоти, ну и мозги, это тоже плоти, туда-то, туда-то в огонь, то в воду его кидает, бесы, Христос просто взял из человека, вытащил свиней, свиньи в море, все по Писанию надо рассуждать, если человек с Богом, то ему и ад не страшен, понимаешь? Я прекрасно это... Врата ада не одолеют его, да, 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 не одолеют, а чип это, понимаешь, чип или там, чип, 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 еще неизвестно, чип или не чип это будет, вот, начертание написано, начертание, электронное или не электронное, там, я не знаю, но очень похоже на штрих-код, вот, как бы, это мое такое мнение, то есть там черточки, здесь начертание, штрих-код, который на товарах, и у человека тоже будет штрих-код, которого можно продать и купить, это, и все вот эти вот, которые, антихристы, которые поверят этому лже-пророку, и все продадутся, продажные, вот как Иуда продался за 30 недель древних, вот это все будут воры, Иуда почему продал Христа, потому что был вор, воровал, посмотри все вот эти вот, все воры, все в правительстве, все чинуши, все евреи, все воры, и они христопродавцы, то есть они продали Христа, душу дьявола, продали за деньги, за мамону, и потом каждому дают выборы, хочешь с нами, хочешь жить богато, давай, подставляй лоб, все у тебя будет, так же и дьявол ко Христу подходил, преврати камни в хлебы, по писанию нужно сужать, а вы слушаете бредни пьяных старух, которые написали это сроду, а тут писание извратил человек, не подчижайтесь, Роман малыш, не преклоняйтесь под чужое ермо, на церковь чужое ермо, богохульник, тут же его пустил в чат, тут же он свой яд сразу брызнул, уже на церковь, зачем ты его пустил, Роман, кто тебе, какой тебе бес под руку дал, я пускаю, и не запускаю, ну прости брат, тот раз тоже пидора пустил какого-то, кайся в этом, зачем, кто тебя, какой тебя сатана дергает на это, пускать в наш чат, в церковь святую, из посторонних же никто не смел пристать к ним, тогда посторонние понимали, а эти лезут богохульники сюда, еретики всякие, и вы слушаете их, тот раз, не знаю, что-то, Роман, помнишь же это, что-то, думаю, дай-ка вот, что-то у меня сердце екнуло, там между собой разговаривают, думаю, дай-ка поценю, смотрю, гомосек какой-то, говорит, 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 пять минут десять, а не слушают его, вы че, совсем что ли у вас, это чутья нету, не можете различить духа, молитесь, даре развлечения духов, каким духом человек говорит-то, и он проповедует, толерантность, надо пидорасов любить, да-да-да, надо быть терпимым, и к этим пидорасам, да вы че, окститесь-то, вчера говорили, а может ли христианин ненавидеть, он не может, он должен ненавидеть зло, любящие господа, ненавидьте зло, ненавидьте зло, ненавидьте ересь, ненавидьте гомосексуализм, этих людей, конечно, которые одержимы, этими бесами, их нужно пожалеть, как к болящим, к ним относиться, конечно, вот, но если эти больные, бешенством, кусают и заражают, их нужно, и изгонять из церкви, и изгонять, пока они всех не перезажали, как бешеные псы, они ж че хотят, гомосексуалисты, чтобы все были гомосексуалистами, в Грузии пришли парады, их все взяли палками, побили, как бешеных собак, все выгнали, все, вот так, батюшки православные, а то, вот христиане, никого не должен, давайте, вот собак, давайте не будем стрелять, они бешеные псы, кусают людей, давайте бешеных собачек защищать, а почему они свиней не защищают, эти зоушизики, ни коров не защищают, ни крыс не защищают, крыса тоже может бешенством заразить, то же самое, эритики, сколько их хлынуло, с запада сюда, давайте будем толерантными, форумы, всякие все, еритики православные, все вместе там общаются, змеиный гадюшник, не надо мирно с ними разговаривать, никогда, не пускайте в дом, никого даже, в дом, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, а они исповедуют, не исповедуют уже все, хулят церковь, как-то хулит церковь, тот хулит главу его, так святые отцы говорили, Христос глава церкви, хулящая церковь хулит Христа, и неудивительно, что он является в виде ангела света, то есть он говорит, что он христианин, сатана, понимаете, и говорит ересь на всякого, не преклоняйтесь под чужое ермо, все, мы для него чужие, все, пусть собирает манатки, уезжает, и яд свой этот не распространяет сюда, почему он тебе сразу раз, а меня исключили, почему мне не написать, я всех исключаю, тебя тоже исключил, а за что ты меня исключил, то есть вы уже почувствуете свою, какую-то вину и все, до этого сколько раз предупреждал, я исключаю из чата по техническим причинам, а у вас уже сразу чувствуете, что за собой косяк какой-то, вот и начинает защита униженных и оскорбленных, сами себя унижаете, оскорбляете тем, что еретиков слушаете, и верите им, молитесь, трезвитесь, никому не открывает, дьявол во много кое-что открывает, и вы слушаете его, ну это уже Бог будет решать, кто нам открывает, дьявол или кто, там уже на суду будет видно, да потом поздно будет на суду, сейчас кайтесь, человек хулит в церковь, вы его прикрываете, защищаете и слушаете. Хорошо, ну вот тогда вот такой вопрос, вот в первый ролик, когда он сбросил, да, он там, что сказал неправильно? Я не смотрю эти ролики, я тебе советовал, не прикасайся, не общайся, ты уши на его ролики развесил, а ролик Игнатия Тихоновича даже до конца не досмотрела, вот твое духовное состояние, ты уже склоняешься в эту секту, за ним. Я только стала смотреть этот ролик, и вот ты позвонил, я 30 минут посмотрела и отключила. Да я не про то, я сам его не досмотрел, потому что у меня времени не хватило, я понимаю, но времени не хватило на ролики малыша, а я их даже не открывать, я по одному названию уже понял, вычислил его эту гадость, эту всю. Батюшка всем обзвонил в деревне, не общайтесь с ним на духовную тему, тебя предупредили, не прикасайся, не общайся, я люблю тебя. Ты слышишь, Марина? Я хочу, чтобы это, ты овечка неразумная, осталась в церкви, а не ушла в секту. Я в церкви, и так, слава богу, я в церкви никуда не отхожу. Да мыслями ты блуждаешь уже за ним туда, мыслями уже подалась туда, за романом, за этими чипами, да-да-да-да-да-да-да-да, строчи ты из тебя, даже остановиться не можешь. Было. Я теперь не про это говорю, Сергей, я теперь про то говорю, что, как бы, то есть это две разные вещи. Одна и та же вещь. Это дьявол подмену делает. Какие две разные вещи? Беснование и чип во время чипов вселяется бес в человека, которого невозможно уже изгнать во время начертания. То есть человек отрекается от Христа, хулит его Христа, хулит его церковь. Вот как вот Роман сейчас сделал, это богохульство самое настоящее. Покаяния в этом нет, он хулит. Хулит церковь. Это чужое ермо. Это чужие. Не ходите. Все за мной из церкви выходите. Не ходите в эти храмы православные. Батюшка никто, патриарх, там еретик. Все, это богохульник. Две разные вещи. Одна вещь, бес вошел в лжи, он в этом не кается и других за собой тянет из церкви. И многие уйдут за ним. Одна треть отпадет. Вот статистика такая, как с неба. Ты в этом числе можешь попасть туда. Легко. Потому что ты простодырая такой же, как и я, и наивная. Понимаешь? Тебе врут, а ты уши развесила. Надо всем верить, да, я сам такой же. Был когда-то, пока слово Божие у меня не утвердилось. И толкование святых отцов. Вот мощная прививка против лжи. Верить святым отцам. В толкование святых отцов. В трехтомник издание. Там, говорит, чужой ермок, кто так говорит на церковь. Богохульник, тот сектант. Все. Хуже неверного. Никакой не брат теперь. Так. Все. Я все сказал. Моей крови нету, если вы уйдете за ним в секту. Я вас предупреждал. Не делайте этого. С Богом. Я, по крайней мере, не буду. Я, по крайней мере, не буду.